Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Посмотрите, как я тепло одета. А всё потому, что сегодня я уезжаю. Очень грустно с вами прощаться. На самом деле, это просто актёрская игра. Я рада, что я уезжаю. Вещи собрала, жду такси. Встали сегодня в 5.30. Прикиньте, в 5.30. Вот. Приготовили всё и вроде как уже в путь. Осталось запаковать дурачка. И вот мои вещи. Вроде как ничего не забыла. Самое главное, чтобы в последний момент Твикс не убежал. Я его смогла забрать с собой. Это я его боюсь оставлять. Мало ли что произойдёт. Потеряется ещё. А вот. Штатив. Вещи мои. Сумочка его дорожная. Ты что делаешь? Не бастуй. Вы бы знали, с каким трудом мы его сюда засунули. Это прям нечто. Он вовсю сопротивлялся. Репортаж с места событий. Нас очень сильно подвёл наш таксист. Прикиньте, утром я встала в 5. Оделась, разоделась, собралась. А оказалось, что он просто передумал ехать. И написал нам на WhatsApp. А у нас не было интернета. И мы это не видели. Мы ему с утра звоним, звоним, звоним. Он не берёт трубки. Нажимает отбой. Ужас, короче. Я сейчас понимаю, что реально нужно покупать свою машину. Обязательно. Просто. Какой бы таксист ни был, какой бы надёжный человек ни был, у всех меняются планы. И, к сожалению, они не ставят вас в известность. И это ставит тебя в неудобное положение. Вот сейчас, слава богу, у нас есть сосед хороший. Он помог, привёз меня в Хачмаз. То есть в город. Мы находимся в деревне. А это город этой деревни. И здесь, по идее, с утра уже все автобусы уехали. Но можно просто найти такси. И сейчас как раз мы этим и занимаемся. Но они, скорее всего, довезут не до дома, а где-то до автовокзала. Оттуда мне надо будет опять брать такси. У меня тяжёлые сумки. Мама со мной не едет. Поэтому, как только я еду в Баку, я поставила перед собой цель. Первое, что я должна сделать, записаться в автошколу. Купить себе машину, во что бы то мне это ни стоило. И уже в комфорте ехать и быть уверенным в завтрашнем дне. Потому что так вот прям невозможно. Но всё, я дома. Через что только я не прошла. Господи, это худший путь в моей жизни. Я ехала в автобусе. Автобус никак не заполнялся. То есть водитель отказывался ехать. Если есть хоть одно пустое место. И некоторые люди, которые уже сидели и ждали, пока он уже выйдет из автовокзала. Уже они нервничали, ругались с ним. И выходили из автобуса и говорили, знаешь что, езжай когда хочешь, я поехал. Я не знаю, как и на чём они ехали. Но люди конкретно с ним ругались. В общем, ехали мы тоже очень долго. Твикс постоянно мяукал полдороги. Я тоже понимаю, как человек, что не всем нравится животное. То есть мы в одном автобусе. И никто не обязан слушать мяуканье моего кота. Слава богу, что машина была не с кондиционером. И были открыты окна. И поэтому был шум с дороги. И поэтому не сильно бросалось в глаза, что он мяукает. Обычно он вроде спокойный. Просто много людей, стрессовая ситуация. И он показал свой характер. Вот, поэтому я как бы понимаю людей. Люди ничего не говорили. Все нервничали, орали на водителя. Водитель тоже нервничал, орал на них. Я думаю, господи, сейчас они ругаются. Он сейчас врежется в КамАЗ. И нас всех не станет просто. Но действительно, водитель не должен быть в стрессовой ситуации. Наверное, ему тоже сверху говорят, чтобы обязательно весь автобус был заполнен. Только после этого он ехал в Баку. Ну, в общем. Потом приехала сюда. Да, здесь такси. В общем. Знаете, что я поняла? Я поняла, что я завтра иду и записываюсь в автошколу. Как только я получу права, я сразу куплю себе машину. Мне вот реально надоело. Надоело. Без своей машины ты тратишь кучу денег. У тебя нет никакого комфорта. Даже если элементарно брать такси, тебя в любой момент могут подвезти. И мы позавчера поговорили с таксистом в деревне, который нас как раз таки привозил. И он сказал, что окей, через два дня только я буду выходить из дома рано. Будьте готовы там пол седьмого. В шесть, чтобы вы уже были готовы. Мы сегодня встали в пять. Я позавтракала. Сидим, ждем. Звоним ему. Он трубки не берет. Звоним, звоним. Не берет человек. Потом, наконец-то, он нажал отбой. И я думаю, может быть, он уже подъезжает. Поэтому нажал отбой. И оказывается, он вообще в другом месте. Он вообще передумал. И написал нам голосовое сообщение на WhatsApp. А у нас интернета у мамы нет. И он увидел, что сообщение не дошло. И не удосужился даже позвонить. Ну, в общем, к чему я это все? Я считаю, что если у вас есть хоть малейшая возможность, пусть даже недорогая машина. Я заметила, что в Америке, например, в Европе люди не особо обращают внимание именно на транспортное средство. Самое главное, что машина ехала. Отвозила тебя туда, куда тебе надо. А там эти выпендрежничества. Бог с этим. Поэтому, ребят, я завтра иду записываться в автошколу. И даже у таксиста, который привозил меня домой. То есть я поменял три транспорта из деревни сюда. Он мне дал контакт одного хорошего центра, где как раз-таки учат вождению и теории, и практике. В общем, завтра я иду туда. На моем канале сейчас вышло видео, как я собираю чемодан. А на самом деле я разбираю. Просто видео опаздывают. Как хорошо, что я насняла материал и оставила. Потому что в интернете был очень ужасный интернет в деревне. Поэтому хорошо, что я уже подготовилась. Когда мать что-то предлагает, нужно брать. Пришла домой. Вижу, в холодильнике вообще мышь повесилась. Хорошо, что мама мне положила немного сыра деревенского полезного. Ноутбук. Он мне понадобился в деревне. Убираем в сторонку. Деревенские яйца. В городе они на вес золота. Сейчас сделаю себе вкусную яичницу и покушаю. А то с дороги я очень голодная и усталая. Вот кажется, огромный чемодан. На самом деле он вообще не вместительный. То есть почти ничего не помещается. И это орешки. Именно в зеленом виде. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. К сожалению, вчера я искупалась и просто легла смотреть видео и вырубилась. Поэтому продолжаем уже сегодня. Сегодня мне нужно сгонять в банк. Я заказала себе новую карточку. Дело в том, что на старый у меня испортился Wi-Fi. Оказывается, есть такая штука. Там чип, он поцарапался. И теперь эта карточка не работает. Поэтому я ее заказала перед тем, как уехать в деревню. А сейчас иду забирать. Время рано. 9 часов. Мне сказали, что в 9 часов там бывает очень мало очереди. То есть можно решить свои вопросы максимально быстро. Надела вот эту вот юбочку. Это юбка-шорты. Очень удобно, если поддует ветерочек. Беру вас с собой. И погнали. Я сегодня спала прям так. Ни простины, ни под идеальника. Подушка и открытый диван. Сразу начала здесь краситься. Так как мамы нету, никто ругать не будет. Оставляем все так. И погнали в банк. Оказывается, в субботу большинство банков вообще не работает. А банк, который нужен мне, работает с 10. Поэтому у меня было немного свободного времени. Я решила заглянуть в KFC и купить себе вкусняшки для мукбанка. Здесь, естественно, в такую рань просто не души, но соблюдается дистанция в связи с коронавирусом. Потихоньку люди тоже начали подтягиваться. Заказ мне дали очень долго. Но ничего. Я уже дома. Даже сделала макияж. Два таких хвостика. И сажусь снимать для вас видео. Купила кое-что вкусненькое из KFC. Сейчас будем с вами хомячить. Решила сесть в этой комнате, потому что здесь кондиционер. Прохладно. Взяла крылышки. Картошку фрику большую. Немного, кстати, разливать она у меня. Ну да ладно. И бургер. Смотрите, как мило мой сладость лежит под кондиционером. Я прям умиляюсь. Не могу пройти мимо. Дурачок мамин. Дурачок. Смотрите, какие ножки сладкие. Когда я была в деревне, в общем, Твиксик тоже там так вот лежал. И пришел наш сосед. И такой говорит, айка, ты привезла даже своего котика. Как круто и так далее. И после того, как он увидел Твикса, он такой, да он же уличный просто. Он же вообще даже не породистый. Я таких котят топлю, сказал мой сосед. Я так в шоке на него посмотрела. Я говорю, ну и что, что он уличный. И что? Обязательно надо покупать породистых. Нельзя счастливить бездомного какого-то котика с улицы. Я ему так и ответила. И он такой, ну нет, как-то странно. Я думала, если ты будешь покупать кота, это обязательно будет какая-то редкая порода. И какой-то дорогой кот. И вот хочу сказать вам, мои подписчики, мои хорошие. Я считаю, что доброе дело, это когда ты берешь котика с улицы и осчастливаешь его. Или как сказать, делаешь его счастливым. Кормишь, поешь его. Ты обязательно от Бога за это получишь вознаграждение. Поэтому обязательно надо. И никогда нельзя людей тыкать тем, что ты взял котика с улицы. Фу, зачем тебе это надо было? Так еще из Баку в деревню привезла кота. Он даже не породистый. Отпусти его куда-то здесь. Пусть живет. Купи себе нормального кота. Я счастлива со своим. И мне другого не надо. Дурачок, не обращай внимания на наших соседей. Они же не знают, как сильно мама тебя любит. Какой ты сладкий, воспитанный, умный. Они же не знают совершенно, что ты никак уличный. Ты мой самый умный, мой сладкий. Булечка, 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 булечка. Просто сладкая булечка. И только сейчас, спустя сутки, я приступаю к разбору своего чемоданчика. Вот эти шульчики, пожалуй, надену прямо сейчас. А это все пойдет в стирку. Это все вот сюда. Как-то маловато. Надо что-то добавить и постирать. Загрузила я стиралку по полной. И включаем. У нас она от Бош. Кстати, на моей квартире такая классная стиралка. Теперь нам ее поменяли. И теперь стирает просто офигенно, быстро. И здесь еще есть экран. Это очень удобно. Сгоняла в магазин, пришла домой. Ой, вы это слышите? Это у меня в квартире как будто поют. Вот реально. Красота. Мне открывать окна тоже не получается, потому что ужасно жалько. Когда открываешь, пожалуйста, поют. Я, конечно, очень счастлива за молодожен, что они женятся сегодня. Желаю им безграничного просто счастья. Но, блин, этот ресторан настолько громко поет, что такое ощущение, что поют у меня дома. Как бороться с этим, я не знаю. Что я купила, по-быстренькому покажу вам. Грибочки. Это у нас шампиньоны. В новый холодильник так приятно что-то ставить. Такие колбаски охотничьи. Буду снимать. Мукбанка. Специально для Мукбанка купила. Также я очень люблю Хохланд с ветчиной. Давно у нас не было. Тоже взяла. Взяла лавашек. Специально не взяла обычный хлеб, потому что кроме меня, кто это будет кушать, непонятно. Еще кое-что взяла из уходовой косметики. Так, чисто в супермаркете. Че приглянулось, то и взяла. Первое, что заметила. Натура Камчатка. Серия от Натуры Сибирики. Такая умывалка. Я раньше ее использовала достаточно часто. Поэтому решила взять. Увидела на прилавке. Думаю, что не взять. Потом взяла вот такую вот умывалку. Два в одном. Пенка для умывания. Манго Мус. Особая серия. В общем, от Organic Kitchen взяла себе вот такие жидкие патчи. Никогда не пробовала. Интересно попробовать, что как будет. И обычный крем от Garnier Light с SPF. Потому что на улице ужасное солнышко. И иногда мне хочется выйти на улицу без тона. Но при этом мне хочется, чтобы были пигментные пятна и мои ненавистные веснушки. Поэтому вот такие вот несколько средств буду тестировать, пробовать. Ну, думаю, что понравится. Потому что это пробовала. Это дарила знакомой. Она осталась довольна. Крем. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот такой, оказывается, малюсенький кремик внутри. Пахнет лимонкой. Консистенция какая-то немного странная. Но, опять же, надо пользоваться, чтобы говорить свое полноценное мнение. Сейчас пойду смывать макияж как раз вот этими вот новыми средствами. А потом сверху буду использовать этот крем. Посмотрим. Ребят, такого мгновенного эффекта я никогда не видела. Оказывается, крем отбеливающий. И как только я его нанесла, у меня сразу лицо прям белое. Вы чувствуете, что у меня лицо белее, чем тело? Обычно я никогда не верю тому, что написано на упаковке. Но здесь написано крем отбеливающий. Я его нанесла, и у меня все лицо белое. Как будто побелкой покрасили лицо. В общем, я уже буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok